Здравствуйте, мои дорогие! С вами, как всегда, Виктория и сегодня мы будем работать с чесским бисером. Вот таких сиреневых оттенков. Для получения плавного перехода цветов я смешала несколько из них. Первый с третьим получился второй. И четвертый с шестым получился пятый. Теперь будем набирать бисер по схеме, начиная с шестого цвета. На одну заготовку нам необходимо 90 сантиметров проволоки. 2,7 сантиметра шестого оттенка, затем 7,6 сантиметра пятого оттенка, 7,6 миллиметра четвертого, 5,6 сантиметра третьего оттенка, 2 сантиметра второго оттенка и 2,6 сантиметра первого оттенка. Оттенка номер 1 я набрала 3,9 сантиметра с расчетом на 3 петли по 1,3 сантиметра. Теперь набираем бисер в обратном направлении по возрастающей с 1 по 6. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1 петля с 6 оттенка, 3 с 5, 3 с 4, 2 с 3, 2 с 2 и 1 с 1. Центральная с первого оттенка и вторая сторона по возрастающей с 1 по 6 оттенок. На дно грона нам необходимо две таких заготовки. Соединим их вместе. И таких грон сплетем 25 штук. Для зелени я буду использовать микс оттенков зеленого бисера. Этот бисер у меня китайский. Для первой петли мы отмеряем 2,5 сантиметра бисера, а вторую петлю, а второй петлей мы будем оплетать первую с расчета собственных пожеланий, так как показано на видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем в таких двойных петель 5 или 7 штук. Выбираем центральную петлю, а остальные соединяем симметрично. Продолжение следует... Соединяем зеленую веточку с уцветием сирени. Собирать сирень я буду на флористическую проволоку 50 сантиметров длины. Складываем ее пополам и прикручиваем наши соцветия и зелень к ней. Я буду собирать на двусторонний скотч и флористическую коричневую ленту. Продолжение следует... Я сделала несколько веточек двумя соцветиями, а все остальные с одним соцветием. Собираем нашу сирень в произвольном порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку дерево будет большим, я разделила наши веточки и сделала верхушку и три больших ветки. Соединяем ветки в дерево. Поскольку двусторонний скотч и флористическая лента не смогут выдержать вес дерева, то я закрепляю все из ленты, а сверху задекорирую двусторонним скотчем и флористической лентой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok